В прошлом третьем матче с ЦСКА Торпеда почти дожала армейцев. Довели игру до овертайма. На льду Кайрканагорной любой команде тяжело играть против нижегородцев. Вот и в четвертом матче серии плей-офф Торпеда чаще атакуют. Но первый опасный момент появляется у ЦСКА. Шайба после броска попадает в штангу, отскакивает в Тихомирово и почти залетает в ворота. Но игроки Торпеда вовремя успевают ее вытащить. В первом периоде голов болельщики не увидели. А их в Кайрканагорной собралось много, как торпедовских, так и армейских. Во втором же периоде начались страсти. У Торпеды появляется реальный шанс выйти вперед. Два хоккеиста ЦСКА получают штраф и садятся отдыхать. Армейцы играют втроем против пяти нижегородцев. Но Торпеда не реализует большинство. Но буквально через четыре минуты автозаводцы все же выходят вперед. Чарльз Генуэй точным броском пробивает Сорокина 1-0. После отдыха спустя три минуты хоккеисты Дэвида Немировски увеличивают счет. Джордан Шрёдер оказывается самым расторопным на армейском пятачке и вколачивает шайбу 2-0. В этот момент ЦСКА просыпается. Красно-синие включают скорость. Нижегородцы оставляет одного Мэтта Робинсона. И тот дальним выстрелом пробивает Тихомирова 2-1. Торпеда всеми силами пытается сдержать армейские атаки. Но не выходит. Максим Шалунов сравнивает счет в матче 2-2. И игра переходит в овертайм. И тут чемпион за счет большего опыта забирает победу. Кирилл Капризов закрывает сезон для Торпеда 2-3. ЦСКА побеждает в серии 4-0. Хорошая игра. Здорово, что проявили характер, сравняли счет. И потом овертайме выиграли, вырвали победу. В общем, серия тоже получилась очень напряженной. В принципе, все игры это показали. Особенно последние две хорошие матчи были, я думаю, для болельщиков и для самих игроков. Сезон для Нижегородского Торпеда завершился. Но с такой игрой против ЦСКА команда Дэвида Немировски завершил его достойно и с поднятой головой. Нижегородцы показали, что даже с чемпионом можно играть на равных. Да, можно играть. Мы это показали, доказали сами себе и болельщикам. Но это хоккей, к сожалению, не можем мы гарантировать победу. Но сделаем выводы и будем работать дальше. Хорошая игра. Там, можно сказать, большинство не сработало. Сегодня хорошо играли. И просто, к сожалению, не могли довести играть на победу 2-0. Но опять у меня вопросов. Ребята нету. Они все бились до конца и максимально обжимали от себя. Сейчас Торпеда уходит на отдых. Перед этим нижегородцы проведут встречу с болельщиками. Она пройдет 9 марта в 16.00 в Кайрканогорный. Вход для болельщиков свободный. А мы хотим сказать нижегородскому хоккейному клубу Торпеда спасибо за сезон. Он был ярким на эмоции, с красивыми победами, досадными поражениями. Но он был. Встретимся с Торпедом в следующем сезоне и будем также болеть за него всем нижним. Артемий Котков, Ренат Бигбаев. Время новостей.